Была министром финансов, или это пристайка министра иностранных дел, потом замминистра, и он был послом в Великобритании. Или кто помнит, например, Залужного уже нету, Шептала нету, или уже этого секретаря Совета нацбезопасности и обороны уже нету. Правда? Уже все, нету, нету, нету. То есть это можно перечислять, перечислять и перечислять. Богдана, кто помнит, был же на месте Ермака. Что важно для этих людей? Они все делали для Зеленского, они его поднимали все на большие орбиты, укрепляли его власть. Потом отработал и выбросили, как ступень в ракете, да, вот там это типа с третьей попытки Ангара у московитов взлетело. Они так радуются, что взлетело. Ну, сегодня взлетело, а завтра может и не взлетит. Говорит, как выходит? Говорит, выходит хорошо, входит плохо, да? Ну, пока радуются там. Вот эти радуются, что слетала теперь у Лукашенко есть женщина, как Терешкова, космонавт, он ей героя вручил. А другую Марию в карцере держит, настоящую, а эту дал ей, эту пентаграмму на грудь повесил, могучую. Вот, ну, это все такие, знаете, это все мишура, это такая, знаете, да, это все лужпайки, лужпайки, да, вот как в цибуле, лужпайки, лужпайки. Ну, да ладно, давайте про другое. Давайте вот сейчас, как многие уже говорят, что наметилась следующая такая серьезная, это будет эпохальная замена, что хотят убрать Кулебу и вместо него назначить Сибигу. Ну, кто такой Сибига, не знаю, кто такой Кулеба, знаю. Умный, талантливый парень, молодой человек, хороший профессионал, очень старательный и вообще такой, ну, так он, вболевая за справу, делает на совесть, работает, ну, все, что может. Итак, что произошло? Кабмин сообщил, что Андрей Сибига, который работал в офисе, это все, как это называется, в канцелярии Ермака, это называется офис президента, был там замглавы, его перевели первым заместителем Кулебе, а Николай Точицкий уволен с должности замглавы МИДа и переведен на должность к Ермаку. Ну, как бы их местами поменяли. Ну, и высказывается такое, типа, высказывал Гончаренко, нардеп, он такой информированный же все-таки товарищ у нас, что, типа, будет будущая отставка самого Кулебы. Ну, что тут надо сказать? Я думаю, Кулебе самому надо подать в отставку. Почему? Потому что, по сути, уже, как бы, понятно, что Зеленский настроен, Ермак, Зеленский, там, еще кто-то у них, они настроены на войну. Видимо, Арахамия, видимо, Стефанчук, там, Корниенко, там, вот эти, там, типа, Безуглая, там, еще кто-то, там, это их Шуляк и Елена партию возглавляет. То есть, есть группа, которая настроена воевать, вот, невзирая на то, что, в принципе, скоро украинцев уже и не останется, так? То есть, они собираются и в 24-й год воевать, и в 25-й, причем там, по всяким оценкам, таким неформальным разговорам, стало известно, что просят, говорят, дайте оружие, дайте все. Все, мы, нам бы надо 24-й год продержаться, а в 25-м мы, типа, начнем, то есть, Зеленский думает, что он будет и в 24-м, и в 25-м году. И в 25-м году он считает, что он с Ермаком, еще там, я не знаю, кто будет, Сирский или кто-то другой, будет осуществлять контрнаступление. Это очень важно, чтобы вы же, дорогие мои, понимали, что вас ждет. Вас, вот, ваших родителей, ваших детей, ваших мужей, девочек, мальчиков, чтобы вы же понимали, что не только стояли в очереди, там, за шмоткой какой-то, за брендом, или, там, выпивали и закусывали, пиво пили, а какое пиво без водки, да, чтобы вы же понимали, что будет. То есть, Зеленский, Ермак, Шмигань и там все остальные, ну, безуглая, конечно, она говорит, что надо и женщин обязательно забирать, служить, она там поддержала эту какую-то девочку. Типа, есть девочка-советница у Мерова, вот, ну, сегодня взяли, с советником сделали, да, у Меров, кто был у Меров, не было у Мерова, кто Резника помнит, да, а был Резник, а Резника нету. А кто этого, Баканова помнит, глава СБУ был, детский друг с детства, они в одном песочнике, видимо, с этим Зеленским играли. Тебу, нету. А где этот, как он, однофамилиец Юлии Тимошенко, где этот Тимошенко, Кирилл, нету? А это же ближайшие люди, ближайшие люди, их уже нет, 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 нет. Сирский думает, что он тоже теперь стал ближайшим, да, там, этот Бардалович или как там его, танкист. Вот этот, который приходил, там, докладывал в Верховном Совете, вот, что трое ребят там держали участок фронта и погибли. Павлюк тоже думает, что он тоже что-то там, да. Ребята, вы это не обольщайтесь. Вы возьмите уже этот мартиролог, посмотрите, сколько людей было у Зеленского за эти там 4 года. И их уже нет. Поэтому, с вашей точки зрения, думать, что вы будете, это глубоко ошибочно. Глубоко, неправильно. То есть, партия войны во главе с Зеленским, ну, он же за войну, правильно, значит, он партия войны. Он глава партии войны. Они хотят усиливать эту линию. Поскольку Кулеба, как бы, ну, он, все, что может, он делает, но он аккуратно так, все-таки он соблюдает какие-то дипломатические каноны. Но он, конечно, где он возьмет эти патриоты, правильно? Что он их нарисует, что ли? Кто должен патриоты доставать? Умеров, он же министр обороны, но у Мерова величайшая способность есть перекладывать свою ответственность на других. Сначала он на Залужного перевел ответственность, и там безуглая классно подключилась, на Шапталу. Потом еще на этого же перевел ответственность на секретаря, на Мячеславовича, так, на Данилова перевел ответственность. А теперь перекладывает ответственность уже и на Кулебу. Уже и Кулеба им тоже не подходит. Ну, понятно, что он уже не подходит им, потому что у них другие цели. У них другие цели. Вот. Ну, и теперь понятно, что уже Кулеба не будет. Ну, и если он, как бы, у него есть стратегическое мышление, то ему надо срочно писать заявление и уходить в отставку. Срочно. Таким образом, он себя спасет. А если он еще уйдет в отставку не так, как Мячеславович, типа, поблагодарил и все, и как Залужный, да? А если он скажет, что он уходит в отставку в связи с несогласием линии Зеленского на продолжение войны и уничтожение украинской нации, то ему будут через полгода он станет вообще героем. Он сможет даже в президенты идти. Сможет любую партию возглавить. Сто процентов. Вот я говорю вам точно. Ну, все сейчас от него зависит. А кто такой Сибига? Мы вообще не знаем. Я вообще не знаю. Кто такой Сибига? Вообще, где-то, наверное, третий или четвертый раз слышу эту фамилию. Представляете? Теперь надо смотреть, кто такой Сибига. Говорит, за ней тянулся длинный хвост. Тут у Сибирской песни есть, да? Вот, как там? Послушаете, да? Каких-то связей. Ну, Сибига так Сибига, в конце концов. Говорит. Сразу-таки на ум приходят разные ассоциации. Да ладно. Говорит, ты меня хоть этим назови, только в рот, говорит, не клади. Ну, да ладно. Пойдем дальше. Итак, на что мы дальше выходим? Что Зеленский хочет продолжать войну. Как он это будет делать? Это большой для нас с вами что? Вопрос. Но он будет ее продолжать. В Швейцарии может состояться референдум по вопросу нейтрального статуса. Это напрямую касается санкций против России. От которых организаторы референдума хотят отмежеваться. Понимаете? Это очень серьезно. Голосование инициировала, в том числе, крупнейшая в парламенте правая народная партия. Выступила против решения Швейцарии ввести правительство санкций против России. Понятно или нет? Если так, то, конечно, без России проводить саммит швейцарское руководство не сможет в рамках проведения данного референдума в июне. Ну, в июне они хотят провести. Я думаю, сорвется там этот саммит. По всем правилам они не дадут его провести. Вот. Так что такая байда получается с формулой Зеленского. Какой вывод делаем? Сейчас очень важно будет. Ну, с Сибигой понятно. То есть, они ее в Сибигу заводят вместо Кулебы. Тут Кулеба только не должен по их правилам сыграть. Сыграет? Ну, не знаем. Может, они ему дадут большое выходное пособие, чтобы он, типа, не выступал. Ну, может, послом куда-то поедет. Ну, это его право. Как он выберет, какой путь. Ну, то ли будет героем, то ли трус не играет в хоккей. Да? Ну, что-то решит. Что-то решит. Пристайка решил, так сказать, лечь, как подводная лодка. И не возбухать. И позывных не передавать. Но интервью дал хорошее по Великобритании. После этого интервью Залужного отправлять в Великобританию уже невозможно. Это 100%. Так что Залужным тоже какая-то такая сложная история. Ну, вот такой материальчик вам сделать. То есть, рушится вся кадровая система у Зеленского. Рушится. Фракция Порошенко, конечно, то, что они ни одного голоса не дали. За этот закон. Это, ну, прямо героический поступок. Как бы там, чем бы он ни матеревировал, это Порошенко. Но он сделал его фракцию очень правильно. Тимошенко молчит. Она не давала каких-то публичных заявлений. Но у нее только двое проголосовали за этот закон. С ее фракцией. И за тот, который вот этот отменил демобилизацию этих ветеранов. То есть, это правильно. То есть, и Тимошенко, и Порошенко поступили правильно. Они сохранили свое реноме. Ну, я так думаю. Статус-кво свое сохранили. Такие они, не такие. Доверяют им, не доверяют. Но они поступили как серьезные стратегические политики. Я это объективно говорю. Не потому, что я там кого-то, там, ну, вот уже там Соскин, это блеха, как это называется, переобулся в воздухе. Ну, такие, блин, ну, что люди. Ну, глупые люди. По себе судят. Надо правильно уметь в рамках... Я вас учу, чему, кто меня смотрит. Чтоб вы работали в рамках стратегического управления. Чтоб вы понимали логику и практику, теорию, методологию. И методику такой науки, как революционная деятельность. Чтоб вы понимали, как движется в хаосе мейстримы революционного кризиса, революционной ситуации. На субъективном, объективном уровне. Роль личности в истории, она очень велика. Но она все время меняется. И это надо научиться этому. Надо научиться этому. И, Олег Игоревич, вам помогает это. Причем, заметьте, бесплатно. Это вообще, это с моей стороны, в условиях, я в абсолютной прожженной капитале, с моей стороны это делать, это просто, это как бы совершенно не соответствует моим принципам. Ну, я, во-первых, благодарю тех, кто поддерживает каналами, меня своими донатами. Но, с другой стороны, я даю такой материал, который вам никто в жизни никогда не даст. Вас наоборот, как лохов, всех дурят и по-малому, и по-большому. Понимаете? Но я считаю, поэтому я считаю, что они правильно поступили. Не знаю мотивов, но результат правильный. Правильный. Таким образом, они выступили за сохранение украинской нации. Русов, славян. Это они себя вывели с этих всех структур и тех, кто за ними пошли. Со всех структур некрофилов. Я считаю, очень важно, чтобы был анализ сейчас тех людей, которые проголосовали за этот закон могилизации. Обязательно. Закон об ужесточении могилизации. То есть, мало еще кладов. Надо, чтобы их больше было. Понимаете? Ну, логика тех, которые это делают, понятна. Они думают так. Ну, постоят эти флаги еще. Осень, зиму, дожди, снег, ветры, ураганы. Их флагов уже не будет. Они порвутся. Их уберут. Там, где не убрали, там их спилят. Потом тракторы, эти самые холмики все запахают. А потом никто и знать не будет, где эти ребята лежали. И все. Вот в чем логика. Поймите, золотые мои. То есть, вы же смотрите. Я же вам цепочку показываю, да? Причина, следственные связи. Какой Зеленский зашел. Каким он был. Потом, как он проследил его мутация. Потому что у него мутирование происходило. У него не эволюция. Это да, называется. Он же не мутировал, не становился, как бы, большим лидером. Почему мутация? Потому что он теряет рейтинг. Я не знаю, почему. Уже апрель половина, а скоро апреля уже не будет. А до сих пор не дали рейтинга. Вот если, ну дайте рейтинг, как даете. И что, трусите? Рейтинг эта же компания есть. Потом есть этот, как он там называется, демоинициативы имени этих. Илька Кучерева и там это вторая социолог прекрасная работала. Тоже ушла уже. То есть, и потом это же есть как там. Нукма, не Нукма этот. Еще там. Ну и короче, есть же хорошие центры. Ну сделайте, что вам, деньги Запад не даст, кучу даст. Проведите опросы, проведите. Люди же должны знать, вот усилил оппозиции Зеленского этот закон про мобилизацию. Или нет.